Всем привет! С вами Ёжик и сегодня предлагаю вашему вниманию нарезку лучших моментов с моего вчерашнего противостояния против Форлана. Пожалуй, вам известного игрока, потому что и играет хорошо, и ютуб-канал уже свой ведет тоже не первый год. Но прежде всего напомню, что спонсором этого выпуска является компания 1xbet, которая радует меня своими высокими коэффициентами, быстрыми выплатами и надежностью. Уверен, порадует и вас. Мы с ним встретились в финале онлайн-отборочного турнирчика на первый в истории Украины турнир по Ultimate Team, который должен состояться где-то там в начале февраля в Одессе. И призовой фонд будет не самым привлекательным, по крайней мере для меня, для других игроков, возможно, интересным. Все же 800 долларов примерно так и призы от спонсоров. Но, если честно, я здесь за идею именно развития Ultimate Team в Украине, чтобы у нас такие турнирчики проводились. Ссылочку с информацией по этому турниру я оставлю в описании. Сейчас же расскажу, что у нас есть два дивизиона отборочных. Дивизион B, в котором вы должны собрать команду стоимостью не более чем 3 миллиона монет. И дивизион A, это составы рейтингом 83. При этом на скамейке у тебя не могут быть игроки, которые рейтингом ниже, чем 75. Конечно же, и я, и Форлан, и Гриша, которого тоже стоит выделить, наверное, в этом дивизионе, решились играть именно командами рейтингом 83, а не составом за 3 миллиона. Потому что здесь мы можем практически использовать свою основу, плюс несколько деревянных игроков для того, чтобы рейтинг был по итогу нормальным и не распределяться бюджетом. Потому что нам интереснее играть сейчас там отборочные на чемпионат мира, которые через недельку опять начнутся и будут идти каждые выходные, аж 4 пары выходных подряд. Но Форлан меня удивил. Немножечко он схитрил, потому что в правилах написано, что на скамейке не могут быть игроки рейтингом ниже, чем 75. Но за основу никто не писал. Ты можешь туда закидывать бронзу, как и сделал Форлан, и выпускать себе крутых игроков, но с химией там в 6, которые они выходят на замену. Я свой составчик взялся собирать буквально за час до отборочного турнира, потому что и так и так понимал, что он у меня будет лучше, чем у огромного процента участников, и не парился особо, поэтому закидал быстренько скамейку рейтингом 75, и в основе уже там как-то подсуетился, чтобы был рейтинг 83, и нормально. Половина игроков топовых, половина деревянных. Поп в воротах, это вообще прикол. На поле мой составчик выстраивался следующим образом. 4-2-3-1 и Verdi ЦАП. Гулит индиди в опорной зоне. Состав Форлана же выглядел намного опаснее, несмотря на то, что 3 из 11 игроков играли на неполной химии, а именно Уокер, Эусебио и Мбаппе. Тем не менее, слабых игроков здесь можно назвать только Смолинга и Алисона. Да и то, рейтинг Алисона 85, тогда как моего Попа 80. Я и так понимал, что будет очень сложно, но в самом начале матча Форлана решил еще раз об этом сказать. Я открыл счет буквально на пятой минуте. В ближний угол Поп пропускает, и я уже здесь подумал, что будет большая беда играть с Попом против такого состава, против хорошего игрока. Я реально думал, что сейчас получу штук 5. Но все же стоит отдать должное моим полевым игрокам, которые в центре поля навязали такую борьбу, что Попу жизнь казалась легче. И моей Попе заодно тоже. Своим забитым мячом получилось ответить достаточно быстро. Уже через 5 минуток мы разыграли неплохую комбинацию, после которой Криштиан Роналду оказался на ударной позиции, пробил, угодил в штангу, но кровь тут как тут на добивании 1-1. Я бы отметил самоотверженную игру в защите. Такие вот подкаты, в частности, как от Санчеса, потому что по-другому остановить эту сумасшедшую атаку, наверное, нельзя было, потому что Канцеллу и Робертсон на флангах справлялись с трудом. Собственно, Робертсон и привез нам второй гол. Завозился с мячом, не хватило ему ловкости, чтобы развернуться быстрее. Роналду улетел на свидание с Попом. Казалось бы, вот-вот счастье, но нет в добивании и 2-1 в пользу соперника. А под Заной с первого тайма произошла ситуация, после которой мне, пожалуй, придется играть на новом геймпаде, но те матчи еще доиграл на старом. Мой геймпад завис, игрок завис, 4 секунды бежал в одну сторону, никакие кнопки не отвечали, затем я его включил. При этом он был на проводе, заряжался себе. В дебюте второго тайма нам получилось разыграть очень даже хорошую атаку, и именно стоит выделить пас Ндиди в стиле какого-то Иньесте, но Верди не хватило просто точности. Конечно же, с его статами вряд ли можно его здесь ругать, но крутой игрок, конечно, бы забил, наверное, 9 из 10. Тут же ответ и от Форлана. Я бы не сказал, что мне было страшно, но все же мяч угодил в штангу. Кто его знает, все-таки поп в воротах. На 75-й минуте нам удалось вывести Филиппа Андерсона на ударную точку, одну из самых опаснейших в этой FIFA 19, но мяч отправили в руки Алисону, и только тогда мы все-таки смогли забить после хил-ту-хила удачного от Роналду, передачи на Верди, и тот прошивает низом ближний угол. Мы сравниваем 2-2. Матч перешел в дополнительное время, и в конце первого экстратайма произошел ключевой эпизод, который решил исход этой встречи. Криштиану Роналду заработал штрафной, который мы разыграли неудачно, но ошибка Форлана, и Криштиану Роналду благодаря спину на 5 звездочек шикарно улетает у двоих защитников и отдает передачу на Гуллита, который отправляет мяч в сетку. На самом деле это результат просмотра лан-финалов турниров серии Фуд Чемпионс, где Текс и другие игроки удивляли своей игрой и удачно подобранными моментами для финтов, и поэтому я решил, что спины делать можно в этой игре, и удивлять соперника, главное подобрать момент, и, собственно, сейчас был идеальнейший момент, и получилось действительно круто, постараясь и в дальнейшем находить такие коридорчики и мгновения для удачного, и, что самое интересное еще для зрителей, наверное, красивого варианта исхода моей атаки. А во втором экстратайме нам немного уже везло. Штанги нас спасали, если здесь я еще удивился, что Фердинанд вообще в створ ворот практически попал, то в ситуации с Роналду было действительно очень-очень опасно пронесло. По итогу мы выигрываем в этой встрече, здесь у нас серия до двух побед, поэтому мы перешли во второй матч. Кстати, еще один момент от Филиппа Андерсона, который мог забить еще один гол, но и так победа. Конечно же, состав соперника на второй матч не изменился, да и вообще по правилам этого турнирчика состав можно менять только перед турниром, а весь турнирчик играть одними и тем же. Начали мы второй матч с того, чем заканчивали первый. Каркас ворот спасает мою команду. Пронесло. Ну а дальше опять привет Тексу и компании. Hill to Hill в удачное, нужное время. Улетаю от Уокера, передача на Роналду, и Алисон не спасает, хотя, казалось бы, мог. Это еще не все. Мы и дальше брались атаковать, и Крой выводит Роналду на удар в касание, и вот он, наконец-то, удар в касание еще очко, и как хорошо они летят. 2-0. И дальше была возможность третий отправить такой же, но Крой смазал. Если бы попал, я думаю, был бы конец атак. Форлан отвечал опасными моментами, и один из них и привел к тому, что счет сократился до 1-2. После этого Криштиану Роналду тоже заходил пробить штангу, чтобы Форлану не было очень обидно, что только он по штангам лупит. Вот, собственно, наш момент. Затем Крой пробивал из-за пределов стартной площади, но легко для Алисона. А тут посмотрите, как мне приходилось играть в защите. Рубить и просто с подката добивать, чтобы такие игроки, как Роналду, Себю и так далее, просто лежали и не вставали больше. И вот он, последний шанс для Форлана в этой встрече. Я неудачно прыгаю в подкате в очередной попытке сломать Криштиану Роналду и вывожу попа немножечко вперед, потому что чувствовал, что пахнет жареным. Форлан купился, неудачно перебросил, и это победа в серии 2-0. Таким образом, я получаю кучу рейтинговых очков, которые начисляются за каждый пройденный раунд в сетке. Кроме того, победителю отборочного этапа дают еще дополнительную пачку очков. Ну, а Лехе желаю удачи. Я думаю, мы с ним еще встретимся, походу, этих турнирчиков, потому что их квалификационных будет немало. На сегодня все. С вами был Ёжик. Если видео вам понравилось, то обязательно ставьте лайк. Особенно, пожалуй, заслуживает вашего лайка третий гол в первом матче. Получилось действительно здорово. Увидимся, друзья. До встречи и всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!